Проект Ленинградской области «Автолавки в село» может стать победителем всероссийского конкурса в номинации «Создание комфортных условий проживания». Организаторы уже выбрали более 300 номинантов из 68 регионов страны. Лауреатов назовут на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». В то время как первый «Автолавка» отправил свой путь, грузовик продавщицы Юлии ждет в своей очереди у «Пандуса». Загружает всего понемногу, но самое необходимое. Разнообразием сортов колбас передвижной магазин покупатели не обрадуют, зато предложат продукты собственного производства. Если сделать эти кадры черно-белыми, сразу не поймешь, хроника это советская протокоперация или все-таки на дворе 21 век. На центральных усадьбах мы стараемся там более, как сказать, люди живут более богатенькие, денежки получают. А сельское население что просит, мы то и везем. Но они в основном просят, они уже привыкают к этому ассортименту, к колбасным изделиям они привыкают, молочки также привыкают. Действительно это наследие советской эпохи, но вряд ли когда-нибудь ему суждено стать пережитком. В Кингисепском районе десятки отдаленных деревень, вроде и живут в них постоянно, порой 2-3 человека, но автолавки и до них добираются. Водитель нажимает на клаксон, теперь в Раговицах все знают, продукты привезли. В ближайший город Кингисеппе, до него тоже, в общем-то, надо еще доехать. Особенно вот у меня мама тут одна остается, когда для пенсионеров и вообще для всех это очень здорово. Поэтому это событие местного масштаба для нас. Местные сходятся с разных окраин, опустевшие после дачного сезона деревни. Порой они и видятся только перед магазином, поздравляют друг друга. С днем Ангела. А сегодня разы нет? А сегодня как? А 29? А 29. А кто-то спросит, а программку телевидения привезли, продавщица Юлия огорчит, забыла, в следующий раз привезу. Бывают некоторые причины такие, когда в дни автолавки, вот допустим, я не могу прийти, я ей позвоню, Юля, ты мне, пожалуйста, положи на крылечко, то-то, то-то, то-то. Она всегда, никогда не откажет, всегда положит все. Автолавка стала нечто большим, чем просто передвижной магазин. У всех жителей есть телефон местного райпо и даже продавщицы. Аптеки ведь за десятки километров в округе, ни одной почты заезжает раз в месяц, а автолавка регулярно. Вот и делают оставшиеся в деревне пенсионеры заказы. Кому лекарства, кому перевод сделать. Каждый раз что-то новенькое, у кого-то что-то случилось, за всех переживаешь, как бы, не знаю, там, за животных, ко всем привыкаешь очень. Регулярно это, конечно, сильно сказано, усмехается Михаил, подпрыгивая в кабине на очередном ухабе разбитой дороги. Он пятый год за баранкой автолавки. Говорит, сегодня повезло, маршрут простой, почти везде асфальт, бывает и хуже. Зимой здесь кругом одни поля, и так снег, ветер, заносит дороги. Ну, раз в шесть часов я простоял, ну, застрял, как так, можно сказать. Да и саму судьбу проекта автолавки в село приходится решать каждый год. С точки зрения экономики и прагматичного взгляда, это зря выброшенные деньги на ветер. Затраты на бензин, ремонт машин, считанные старики едва ли смогут окупить. Вот и спасают дотации области и района. Конечно, бизнес, который призван создавать прибыль, и в убыток себе работает в исключительных случаях. В такие заведомо убыточные проекты не участвовал бы. И однозначно, практически больше половины населенных пунктов, где нет стационарных торговли, осталось бы без элементарного торгового обслуживания. А, значит, софинансирование из затрат и из бюджета однозначно обеспечивает обслуживание населения. Старикам же нет никакого дела до экономических подсчетов. Они отказываются уезжать в город зимой, порой остаются здесь в одиночестве. Не приедет автолавка, не будет жизни в деревне. Если бы не дотации, то продукты уже давно бы не развозили по отдаленным деревням слишком великие убытки. Раньше их возмещали за счет размещения магазинов в тех населенных пунктах, где хотя бы сохранилось какое-то производство или совхоз. И у людей на руках есть деньги. Но теперь в том же поселке Аполье у местного райпо в конкурентах сразу два магазина известных торговых марок. А чтобы понять убытки, достаточно сказать, что сегодня одна автолавка проехала 140 километров, заехала в шесть деревень и обслужила всего 20 человек. Валерий Фенев, Константин Веревкин, Андрей Смирнов. Последнее известие. Индисепский район.